У них сейчас ведь разрабатывается такой общий нарратив, они уже все официальные лица Запада его используют, что если переговоры, то это капитуляция России. Они до этого поставляли вот такие относительно системы, что называется, не последнего сбора, а там на Самс, например, комплексы, они уже как бы считаются неплохими, но устаревшими. А Патриот, по заявлениям, опять же, например, госсекретаря США Блинкина, это золотой стандарт НАТОвской системы ПВО. Если встать на их позицию, посмотреть, как они действуют, то они действовали планомерно, окружая постепенно после распада Советского Союза уже Российскую Федерацию. Скорее всего, 23-й у нас будет тяжелый год, потом будем подводить итоги и, возможно, даже добрым словом 22-й вспоминать как-то. К сожалению, тут я вот реалистичную дам оценку. С Рождеством вас! Вас тоже и всех наших зрителей. Рождество принесло очень такие новости интересные, как каждый день, наверное, уже на протяжении последнего времени. Перемирие, которое предложила Российская Федерация, и, собственно, приказ был отдан с 12 часов 6-го числа до 24-7-го не открывать огонь. Как мы знаем, украинская сторона заявила о том, что никаких разговоров ни о каком перемирии идти не может. На ваш взгляд, могло ли быть по-другому? Ну, конечно, мог быть и другой вариант. Можно было предложить, например, перемирие, но после отказа не объявлять в одностороннем порядке. В целом, сейчас, вот если брать, да, там конкретно, например, российский сегмент, многие эксперты не согласились с том, что это эффективная стратегия была объявлять в одностороннем порядке. Потому что всегда возникает вопрос, на какую аудиторию мы рассчитываем. На западную аудиторию? Но мы увидели, что западные лидеры не оценили. На украинское общество, опять же, сейчас в таком состоянии, оно тоже, вот, понимаете, та часть, которая настроена негативно, она это тоже все равно не оценит. Она не увидит в этом проявление, там, какого-то благородства. Максимум, как слабость воспримет, наверное, только. Российскую аудиторию, то, опять же, большинство не понимает, в чем необходимость было объявлять вот в одностороннем порядке его. И придерживаться, да. Но обратился патриарх, и, наверное, тут с точки зрения президента, наверное, прислушаться к мнению патриарха, ну, для внутренней аудитории, наверное, это было правильно, в какой-то мере, мне кажется, нет? Ну, вот, понимаете, здесь вопрос, что вот, если смотреть аудитории, смотреть там опросы, которые проходили, понятное дело, что они не полностью репрезентативны, потому что это все-таки там политизированная аудитория. Ну, вот, например, у меня 80% высказались, что не поддерживают решение о том, чтобы в одностороннем, вот это вот ключевой момент, да, в одностороннем объявлять. Потому что сразу возникает много вопросов. Вот, 36 часов. Что, например, будет происходить на оживленных направлениях, там, под Бахмутом или, там, под Солидаром, где сейчас ведутся наступательные действия? Получается, приостановка, если на местах не будут исполнять, это же все-таки приказ Шойгу. То есть, опять же, возникает очень много вопросов. Даже, на мой взгляд, была какая-то такая вот попытка информационная это все подкорректировать, потому что последовало заявление Медведева. Медведев формально не обладает большим набором полномочий и не может, конечно же, там, выступать в оценках этого события, как, например, министр обороны или, там, президент. Но он, на мой взгляд, старался как-то скорректировать возникшее недовольство в том плане, что это не означает, что мы будем, да, там, молча принимать артобстрелы и не вести, там, контрбатарейную борьбу, например. Ну, артобстрелы тем временем, как бы, и есть с той стороны, во всяком случае. Да, Донецк сразу же в 12 часов подвергся артобстрелу. К тому, что происходит сейчас на линии соприкосновения, на ваш взгляд, каких-то резких движений за последнее время, ну, замечено не было. Было такое ощущение, что ждали, когда пройдет распутиться. Ну, вот, наверное, сейчас ударили морозы. Скорее всего, стоит ожидать каких-то более активных действий. Ну, на самом деле, морозы до сих пор еще не способствовали тому, чтобы почва вот прям промерзла. У меня есть источники, которые находятся, например, на Запорожском направлении, которые находятся там на левом берегу Днепра, то есть, например, на юге. И там почва не промерзла, если брать вот южное направление. Сейчас начинаются морозы как раз-таки вот в Черниговской, в Сумской, в Киевской области. Вот там только начнет почва достаточно промерзать. При этом возникает вопрос, будут ли эти наступательные действия в январе. Я думаю, что активных наступательных действий до февраля мы с вами не увидим. Здесь ситуация в чем? Вот если верить официальным данным, последнее заявление Путина о том, что задействовано только 150 тысяч из мобилизационного резерва. Мобилизационный этот резерв, он 300 тысяч, который уже поступил в территории проведения специальной военной операции. Зачем сейчас поднимать ставки и активизировать наступательные действия первыми? Возникает вопрос. Скорее всего, будет избрана тактика ожидания украинского контрнаступления. Мы видим, что сейчас Запад начинает переброску техники. Вот недавно у нас президент Франции легкие колесные танки передал. Потом тут же Байден... Там целый ряд, да. Тут же, смотрите, Байден Брэдли машина передает. Это такой, по сути, знаете, жест вроде как и не Абрамсы, но, например, в ходе иракских кампаний Брэдли уничтожили больше бронетехники иракской, чем танки. Потому что на Брэдли есть самый настоящий ПТУ, то есть противотанковая установка. И Шольца еще склонили к поставке, опять же, боевых машин, пехоты, там, Мардеры, по-моему, они уже официально одобрены. Еще Бундестаг и конкретные какие-то партии начнут давить на Шольца, чтобы все-таки поставлять леопарды. А это уже наступательные средства. То есть, конечно же, все прекрасно понимают, что ВСУ будут предпринимать тоже действия, они не будут выжидать. Здесь главный вопрос, да, вот на кого играет время. Но если посмотреть, например, интервью Буданова, это глава украинской разведки, он прям вот подчеркивал, что вы увидите, что инвестиции, это он так к американцам обращается, он там американскому телевидению давал интервью, что каждый цент окупится, что нужно продемонстрировать. А чтобы продемонстрировать, нужно будет вести наступательные действия. А вот все то время, что мы видим относительную тишину на фронте без каких-то маневров, строятся оборонительные линии. То есть, к этим наступательным действиям начинается подготовка. И не только в рамках тех самых пирамидок, которые многие видели, которые устанавливаются там на границе и Белгородской области, и Курской, но есть и линия в Актере. Но они эффектно выглядят, конечно, да, так. И Луганской области, и на Запорожском направлении. То есть, активно, активно Запорожское направление очень активно укрепляет. Все это время оно укрепляется. Потому что это было единственное направление, не задействованное. То есть, у нас всегда шли боевые действия на Херсонском сначала, ну, до перехода на другой берег. На Донецком там постоянно с укрепрайонами идет борьба. И на Сватовском направлении, то есть, ну, это Луганская область. А вот Запорожское тишина, то есть, там не было никаких попыток. При этом Запорожское, оно самое опасное направление, потому что это Мелитополь, и это сразу отрезание сухопутного коридора в Крым. То есть, там самая такая вот очевидная, вроде бы, точка для контр-выступления ВСУ, это именно Запорожское направление. Ну, смотрите, как на них прям посыпалось, да. Вот вы правильно говорите, Брэдли, французы, которые, в общем-то, кроме как Сезаров своих, больше особо, мне кажется, ничего не поставляли туда, в Украину. Это серьезная тоже артиллерия. Нет, я не говорю, что это что-то игрушки, но как-то этим и ограничивались. То есть, немцы, пусть и уже списываемые, вот эти вардеры свои, но по оценкам, даже эти бронемашины, они весьма-весьма неплохие, и, в общем-то, нельзя их считать устаревшими. В этом конфликте они способны себя проявить, говорят специалисты. Их достаточно, их способности. Ну, и Патриот, да, пожалуйста. Да, это очень дорогой комплекс. Еще и турки там подвозят свои тоже. Тоже машины, да. Вот Курдогану уже, я не знаю, сколько он еще будет пытаться придерживаться своей миротворческой позиции, которая у него, знаете, он одной рукой тебе жмет руку, а второй уже что-то там замышляет. То Байрактарчики, завод, от этой идеи-то же не отказались от строительства завода Байрактар на территории Украины. Она пока как-то просто повисла в воздухе. В России как-то Песков прокомментировал, что он станет законной целью, но это как бы вроде и так всем понятно. Ну да. Я не слышал, чтобы турецкие официальные лица заявили, что они не планируют строить завод. Ну и плюс вот эти бронемашины, опять же, там через Румынию будут перебрасываться в сторону Украины. Да, и американский Патриот, это, наверное, самый серьезный из тех вооружений. Ну, самый дорогой. Самый дорогой. Там и одна ракета дорого стоит, то есть и снаряды, и сам комплекс. Потому что это самый современный. Они до этого поставляли вот такие относительно системы, что называется, не последнего сбора. А, там, НАСАМС, например, комплексы, они уже как бы считаются неплохими, но устаревшими. А Патриот, по заявлениям, опять же, там, например, госсекретаря США Блинкина, это золотой стандарт натовской системы ПВО. То есть самое дорогое от сердца Шольц оторвал, который все, вы знаете, он так долго сопротивлялся, но в итоге, поговорив с Байденом, аж целый Патриот отправил. Правда, неизвестно, когда он дойдет, потому что возникают вопросы, что обучение экипажа должно занимать до полугода на комплекс. Если только заранее не обучали, что, кстати, возможно. Вы знаете, на наш тут взгляд, ну, на мой даже, если хотите, взгляд, это самая опасная штука, которая туда приедет. Почему? Объясню свою мысль. Видите, всего лишь С-300, а уже успела залететь в Польшу, убить двух человек, успела залететь к нам на территорию. Что если у них будет Патриот, которому действительно надо обучаться очень серьезно? С С-300 они живут давно. И тут же Столтенберг набросал просто тучу заявлений, как ни парадоксально, оружие – это путь к миру. Да, у него уже относительно такое старенькое заявление, да, оно у него звучало, там Медведев уже комментировал, там и Орлов вспоминали, там, война – это мир, да, вот, оружие – это путь к миру. Но, понимаете, у них сейчас ведь разрабатывается такой общий нарратив, они уже все официальные лица Запада его используют, что если переговоры, то это капитуляция России, понимаете, ведь вот то, что предлагает Россия, это переговоры, как бы, о будущем устройстве безопасности в Европе, а то, что предлагает Зеленский, это призывы к капитуляции России, там ведь не звучат вопросы, да, о том, что необходимо предусмотреть, там, гарантии безопасности России. Все это начиналось ведь тогда с того, что Россия выдвинула условия по безопасности к НАТО, что блок НАТО должен отказаться от идеи продвижения дальше на восток, потому что вот это уже предел. И ведь американцы могли подписать эту бумагу, понимаете, вот в чем самое здесь ключевое. Зеленский уже в своих высказываниях, он противоречит сам себе, он вроде говорил, что двери в НАТО закрыты, у него такие фразы звучали. И американцы говорили, что да, но мы понимаем, что Украину мы брать не будем. Но бумагу они эту не подписали тогда, когда выдвигались эти условия еще до начала СВО. Но здесь возникают сразу, должны, мне кажется, у здравомыслящих людей возникать вопросы, кто все-таки провоцировал этот кризис. Еще раз позволю себе напомнить о Столтенберге, который сказал примерно следующее, что нельзя нам с Си Цзиньпином допускать те же ошибки, которые мы допустили в отношении Путина. Вот на ваш взгляд, какие главные ошибки совершили они по отношению к России? Ну, по отношению к России НАТО, на мой взгляд, не совершали никаких ошибок. В том плане, что если встать на их позицию, посмотреть, как они действуют, то они действовали планомерно, окружая постепенно после распада Советского Союза уже Российскую Федерацию. Сначала началось все, мы помним, с расширения в Восточной Европе НАТО, потом Прибалтика, потом Балканы. То, что сейчас происходит вокруг Сербии, это результаты вот того расширения НАТО, когда Сербия осталась окружена НАТОвскими странами. То есть у них там, вы знаете, все шло по плану, на мой взгляд. Знаете, есть там такая вот тактика, которая применялась в гражданскую войну в США, тактика анаконды, которую северные штаты применяли по отношению к южным штатам. В гражданской войне они, как говорили, мы должны отрезать южные штаты от всей морской коммуникации. И вот, посмотрите, ровно то же самое. Прибалтика, сейчас Финляндия, Швеция, на юге это попытки были с Грузии, Украина, Молдавия. Вот, собственно говоря, и вся стратегия. Очень простая, очень читаемая. Но Китай ты так не отрежешь и не обставишь. Да, у них есть для этого не НАТО, у них есть такой блок, он называется ОКУС. Туда входит Соединенное Королевство, то есть Великобритания, туда входят Соединенные Штаты. И, соответственно, Австралия. Вот, такой вот блок. И они еще расширяют, в том числе могут при желании взять туда Японию. То есть они той же стратегии придерживаются относительно Китая. Китай для них это все-таки континентальная держава, в первую очередь, а не морская. Поэтому они стараются также душить Китай своими союзниками в Тихом океане. Тайвань для этого необходима. Вот люди смотрят на карту, думают, ну, маленький Тайвань, что он может из себя представлять? Да там какую ценность? Ну, чипы там делают. Вот из того, что все знают. Да, то есть, а если посмотреть на Тайвань еще с точки зрения цепочки островов, то есть там, получается, вокруг Китая выстраивается такая вот цепочка островных государств. И Тайвань, он там ключевой элемент в этой цепочке. То есть там все тоже продумано, все военные базы можно всегда посмотреть. Например, просто вот кому интересно, вбейте там военно-морские базы США в Тихом океане посмотреть. Почему там идет такая борьба? По-моему, острова Спартли, если я не ошибаюсь, называются. Там постоянно китайцев обвиняют. И когда недавно звучали высказывания про амбиции Китая на Луну, там глава НАСА, он говорил, ну, вот то же самое, что они делают с островами в Тихом океане. Потому что Китай там пытается построить свои военные базы. Строятся искусственные острова, насыпаются, и Китай, конечно же, понимает, что им нужно усиливать, наоборот, свой флот, а не развивать в такой мере там сухопутные силы. Потому что противостояние, Китай понимает, ему грозит там не с Индией или там с России, а с США. И поэтому Китай делает ставку на флот, а не на сухопутные силы. Как думаете, в 2023 году возможно смещение акцента мирового внимания, в том числе и, не знаю, плохо ли это хорошо, но и военного в том числе, в ту зону планеты? Вы знаете, я бы не на Тайвань здесь думал, я бы думал насчет Ирана. Вот если брать 2023 год, то, скорее всего, будут смотреть на ситуацию вокруг Ирана, потому что не хотят допустить, во-первых, сближение Ирана и России, которое уже происходит. Плюс в Иране уже есть платформа, на основе которой можно раскачивать ситуацию. Смотрите, есть протесты в Иране, а еще есть ядерная сделка. Вот ядерную сделку будут американцы не закрывать с Ираном, таким образом заставляя Иран либо начать разрабатывать ядерное оружие, продолжить процесс разработки ядерного оружия, тем самым вызовав реакцию Израиля, чтобы Израиль спровоцировать, нанести превентивные удары по Ирану, либо раскачивать карту протестов. Плюс Иран, конечно же, по своему размеру и по его роли в ближневосточном регионе в целом, он, конечно же, намного перспективнее, чем развивать карту Китая и Тайваня. То есть сам Тайвань, он не может дестабилизировать регион. Тайвань на это не способен. А вот в Иране... То есть сегодня я читал там, кстати, интервью, единственное, что сейчас фамилию... По-моему, Ричарда Хасса, если вот, да, кстати, вспомнил фамилию, он возглавлял еще при Буше департамент в Госдепе, который занимается как раз-таки планированием внешней политики. И вот он как раз-таки объясняет, что нужно концентрироваться американцам на Иране. Потому что представьте, если там произойдет смена режима и произойдет это событие, которое будет по масштабу сравнимо, то есть, ну, возврат после Исламской революции, что придут какие-то там светские власти, проамериканские настроенные, у них сидит в Америке наследник Шаха Пихлеви, который абсолютно проамериканский, получил образование в США, он выступает с тем, что вот, протесты, дает там комментарии... Ну, где-то вот он и сидит, собственно, да, на всякий случай. Да, то есть он ждет, он говорит, я, говорит, готов вернуться в случае необходимости, можем провести там потом вопросы о выборе формы правления, конституционная монархия, там, не проблема, готов участвовать. И вот здесь, конечно же, будут давить на Иран, плюс там, опять же, сотрудничество Ирана с Россией, которого нужно как-то не допустить, а пока не получается. Потому что Иран, он до этого все-таки как-то в стороне от сотрудничества с Россией находился. А сейчас такое сближение, которое, на мой взгляд, даже превосходит сближение России и Китая. Китай, потому что больше стоит в стороне, то есть он конкретными делами, он помощь не оказывает, а Иран все-таки поставками вооружения помогает России сейчас. – Может ли как-то повлиять на этот процесс вот тлеющий конфликт в Нагорном Карабахе, который тлеющий, но конфликт? – Я думаю, Карабах тут, смотрите, с позиции Армении, она как бы ясна, конечно же, они будут выражать, Пашинян будет выражать постоянно протесты и недовольства, но мне кажется, там уже все решено. То есть тут стоит вопрос просто размера уступок, которые предстоит сделать Армении. Россия не будет пытаться как-то пересмотреть итоги Карабахского конфликта последнего. Азербайджан с Турцией в полном союзе, у них там полная гармония, плюс, конечно же, России сейчас важна Турция. Иран, он тоже не заинтересован в том, чтобы этот конфликт разгорался. И получается, что вот все ключевые игроки в регионе, они настроены, чтобы этот конфликт как-то завершить. То есть единственное, что Армения пытается сейчас в лице Пашиняна как-то апеллировать к Западу, но Запад не поможет. Понимаете, он визит там Нэнси Пелоси в Ереван, флаги там американские развесили, и какие-то даже там мини-митинги прошли, что вот нужно выходить из УДКБ Армении. А что получит Армения взамен? Для Запада всегда Турция будет важнее, чем Армения. То есть там настолько все, мне кажется, уже предрешено, что как-то представить, что там может измениться баланс сил сложно. А как бы обострение оно будет в Карабахе, вот то, что сейчас происходит с миротворцами, но не в рамках там полномасштабных боевых действий. В предыдущий наш разговор мы обсуждали с вами состояние российского общества и говоря о том, что оно несколько не объединено единой целью, во всяком случае, на тот момент. Прошло время, ну не так много, конечно. На ваш взгляд, изменилось ли что-нибудь, особенно такой, как мне кажется, очень мощный, но никогда такого не было. Например, посыл, как новогоднее обращение того же президента Путина, на фоне военных, этого никогда не было вообще за всю новейшую историю России. Да, это, во-первых, было и самое длинное послание. Впервые Путин был в кадре не один, а на фоне военных, которые присутствовали, и потом это еще освещалось, и не раз именно само мероприятие. То есть президент дал понять, что, ребят, вот что у меня за спиной, смотрите, да? Вот так примерно и будет. Я думаю, что в Польше основной здесь был посыл показать, что 2023 будет все-таки годом тяжелым. И просто, понимаете, здесь это скорее даже уже реакция президента на то, что происходит с российским обществом. Потому что изначально, да, работала как государственная машина, она старалась показать, что сейчас мы все эти кризисы будем решать кадровой армии, и общество поэтому оставалось в стороне. У нас, условно, день города в Москве, к примеру, там салют, колесо обозрения открывают. Но посмотрите, что поменялось, да, в новогоднюю ночь. Безусловно, какие-то люди, они там салюты запускали, но на государственном уровне этого не было уже. Почему? Потому что усиливаются обстрелы приграничных территорий раз. Долетели три раза были попытки ударить по Энгельсу, были попытки ударить по Воронежу. Уже ПВО работали в небе над Ростовом-на-Дону, недалеко от Ростова-на-Дону. То есть ситуация, она не становится легче. И все больше людей в российском обществе, они начинают осознавать уже происходящее. Потому что до этого все прекрасно понимали, что вот есть заинтересованная часть, которая, в принципе, является всегда политизированной. И те, кто находится далеко от политики, они постоянно говорят, ну вот мы вот не интересуемся политикой, нас это все не волнует. Они воспринимали это, знаете, как какое-то вот участие российских сил в Сирии. Вот так вот часть общества воспринимала то, что происходило на Украине. А сейчас уже, конечно же, все меняется, и процент все больше вовлеченных людей, он растет. Это и мобилизация на это частичная повлияла. И опять же, вот эти вот обстрелы повлияли, что это не только где-то там. Люди начинают ощущать уже это на себе. Там Белгород, сколько Белгородская область страдает, там Курская область, новые регионы, то, что там происходит. Там Донецк, это вообще, я не знаю, какая-то там трагедия мирового масштаба, что переживает этот город. Мне надо, знаете, там несколько... Город-герой несколько раз уже просто нужно Донецку давать. То есть полностью соглашусь, потому как, опять же, и людям этим что-то объяснять очень сложно, потому что они думали, ну вот, сейчас все начнется, и они наконец живут хоть как-то спокойнее, а тут наоборот. Донецк крайне сложная в этом плане ситуация. Вот такая история. Но, Дмитрий, вы же, как и многие сейчас в России, тоже занимаетесь, ну я смотрю по вашему телеграм-каналу, сбором средств, на которые потом покупаются какие-то нужные вещи для фронта, да, если так образно выразиться. Да. Для конкретных, причем вот в вашем случае я посмотрел, для конкретных подразделений. Мы говорим о вовлеченности общества. Вы заметили разницу, например, с того момента, когда вы начинали эту деятельность, да, и как сейчас она идет, вот как поменялось отношение людей? Ну, например, у нас было два сбора на базе моего канала. Второй сбор мы собрали больше средств. Не прям намного, но побольше получилось. В принципе, если учитывать, сколько в России в целом людей занимается, то, конечно же, количество вовлеченных все равно будет расти. Неизбежно. Спасибо вам за этот разговор. Еще раз с Рождеством. Рождеством и вас, и всех на нас смотрит сейчас и слышит, пусть действительно все самое хорошее, что может случиться в этом году, случится, несмотря на то, что очень многое говорит о том, к сожалению, что год будет... Да, год, скорее всего, будет у нас тяжелый. Он начался тяжело, очень хотелось, чтобы он как-то отличался от 22-го в положительную сторону, но, скорее всего, 23-й у нас будет тяжелый год. Потом будем подводить итоги и, возможно, даже добрым словом 22-й вспоминать как-то, к сожалению. Тут я вот реалистичную дам оценку. Лучше бы она была у вас более оптимистичной, но, как есть, за правду спасибо. Спасибо, Дмитрий, большое. Удачи вам, всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok